Распродажа 1111 на Озон Одно из самых страшных мест на Земле, которое находится у подножья горы Фудзи Тот самый лес в Японии, куда приходят люди и остаются там навсегда Статистика действительно ужасает Последние годы японские власти стали скрывать данные этих страшных поступков, чтобы не пропагандировать это жуткое место И для чего же мы прибыли в самый страшный лес в мире Ауки Гахар? Задача одна. Дотерпи до утра Мы здесь, чтобы в очередной раз выполнить сложное задание от Димы Масленникова Приготовьтесь, будет очень жутко Вам необходимо разделиться и быть в полном одиночестве Это жуткое место, ребята Ну что, господа, мы начинаем приключение Это что такое? Тут череп Я не верю, что мы дошли до такого уровня, что снимаем тот самый лес Это конец почеринки Что это за звуки? Это становится небезопасно Я предлагаю выходить Уже наступил момент, когда пора вызывать копов Аригото Привет всем, это Дима Масленников Леш, буквально полтора года назад я был в том самом лесу В Японии Я так вам скажу, что это было одно из самых жутких мест, в которых я когда-либо бывал И коль вы такие отчаянные, то у меня для вас задание Отправляйтесь в тот самый лес, чтобы провести там 24 часа на выживание Правда, есть одно небольшое условие Обычно вы выживаете вместе Но тут, как только наступит темнота Вам необходимо разделиться и быть в полном одиночестве Задание будет выполнено только при условии, если никто из вас не сдастся И продержится до утра Удачи! На самом деле очень нервничаем Сейчас раннее утро До леса того самого ехать примерно 2,5 часа Мы грузимся, едем Нам еще надо схватить спальные мешки Будет еще Немножко нужно докомплектоваться Потому что мы не совсем готовы к лесу и к ночевке Всем привет, друзья! Меня зовут Миша Я живу в Японии с двух лет Учусь в университете и работаю гидом Вот уже третий год Сегодня мы едем в тот самый лес В лес Аукигахара Я бываю там крайне часто Даже днем там такая очень спорная атмосфера Ночью я ни разу не был и никому бы не советую Я уже ребятам сказал, что ни в коем случае не отдаляться от тропы Потому что действительно можно заблудиться Там происходит магнитная аномалия Там не ловят компас Там нет никакой связи не только в этом лесу Но и поблизости этого леса Вообще лес находится прямо под вулканом Попу горы Фуджи Порядка 150 лет назад туда сносили больных детей И уже немощных стариков И именно из-за этого есть поверье Что в этом лесу существуют души людей По-японски это называется юурэй Если человек сам по собственному желанию уходит из жизни В Японии считается, что его душа успокаивается Обретает какой-то покой Но если человек не по собственному желанию погибает Его дух не обретает покой Поэтому ночью в этом лесу обитают духи И в японцы действительно в это верят Поэтому никто туда не стаётся Ну то есть это не легенды Там действительно до сих пор происходят Грубо говоря, души туда приходят До 2016 года Каждый год объявляли официальное количество Душ за год От 70 до 100 человек С 2016 года перестали публиковать количество Чтобы не делать так называемую рекламу Этого места Базовые причины Почему японцы Могут зайти в тот самый лес Да, это одиночество Это социальные причины Естественно, очень многие люди из-за этого получают большое количество стресса Они не получают удовольствия от жизни Из-за нехватка средств Мало любви Мало внимания Мало общения Мало друзей Из-за этого, конечно же, они порой задумываются о том, чтобы сходить в лес Тихо, сейчас мы зафоткали паука Это не пхила, род крупных пауков, плетущий самые большие паутины Я от пауков сильный, но не смертелен Нормально, нормально То есть он реально укусит и тканет Ну, типа из... Нет, он реально... Посмотри на его окраску Окрас, ну... Как бы он говорит... Отойдите Миш, а можешь спросить японку? Это страшный паук? Что? 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 Не безопасно Вы прочитали про него? Он покраснение вызывает Докунай, говорит, он не ядовитый Мы прочитали, что он ядовитый Яб не эротоксичный Я так понимаю, японцы вообще ничего не скажут Им так же по***, как нам, типа, знаешь, говорят Медведи, там есть медведи? Да, медведи, да не, нормально, все, мы их там отстреливаем иногда Что там опасного, если она ждет? Украина, джукай, нинанка Так, давай по чесноку Если она считает, что он безопасен, пускай она возьмет его в руки и даст себя укусить Тогда мы поверим Оленья Это мы Кабаны Камошика Камошика Сару Обезьяны Кума Там обезьяны есть, медведи Хери Ну, естественно, змеи Рис Из всех перечисленных я могу взять его в руку Нет, в перечисленных он нормальный Нормальный, да Да, теперь я понимаю, почему я сказал, что в целом норм пацан Я дала информацию про паука, называется Сэ-А-Ка-Ко-Ге Вот так вот выглядит Он, в принципе, не больших размеров, но он смертельно опасен То есть, если он в лесу живет Да Я понял, для них пауки, которые не смертельно опасны, уже в целом ок Похож на любого паука Да, с красным брюшком Это мой домашний Ребят, мы взяли спальники, чтобы, если, конечно же, у нас хватит сил И мы, когда разойдемся, останемся на ночь в этом лесу Потому что Дима сказал, что нужно будет разъединиться и остаться еще на ночь До рассвета Вам необходимо разделиться и быть в полном одиночестве Друзья, мы приехали И все, мы находимся на парковке у парка знаменитого леса того самого Ау-Ки-Гахара Сейчас мы возьмем с собой вещи Короче, мы сейчас пойдем на разведку, все осмотрим Проверим сразу гипотезы насчет того, как работает компас Потом, есть ли действительно там вещи Посмотрим вообще, как лес выглядит средь белого дня После этого мы вернемся за хэндикамами с фонарями, чтобы провести все Ну, если мы, конечно же, сможем этого сделать Блин, честно говоря, я сейчас иду, и мне прям тяжело поверить в то, что это тот самый лес Да, потому что Дима его снимал Да, я только видел на ютубе Это все он Еще прикол в том, что здесь достаточно много людей, которые приезжают сюда, но они все идут вот в эти вот пещеры Покупают здесь что-то Но никто практически не заходит на территорию самого Ау-Ки-Гахара За исключением тех, кто туда забыл в последний раз За исключением, да Когда люди принимают решение отпустить свою душу, мне интересно, они заходят по этой терапии А почему так происходит? Они тоже знают, все знают эту тропу Да, все знают, что там никто не ходит То есть все японцы знают и про эту тропу туристическую, и про настоящую Да, но они ее специально избегают То есть прикол в том, что они туда в принципе не идут, а мы даже с той, куда никто не идет, еще и сойдем Итак, друзья, мы заходим в лес Знаменитые таблички начинаются, мы взяли с собой Мишу только сейчас, естественно, вечером его не будет с нами, чтобы он перевелся Этот заход, конечно, отличается от того сразу, да? Ребят, в любом случае нас уже видят огромная камера, которая следит за всеми заходящими и выходящими из-за... То есть прям отдельный человек сидит там и проверяет, да? Отдельный человек сидит там, если у кого-то четырех в окрестностях Слушай, дочью мы, получается, через это не пойдем, нас сразу заберут, да Главная табличка, выглядит она максимально интересно здесь... это что, топор? Ну что-то чем-то... причем, смотри, снизу вверх удар был Да... Раньше здесь стояли таблички, предупреждающие о том и говорящие о том, что ваша жизнь это бесценный дар, который подарили вам ваши родители Подумайте еще раз, пожалуйста, перед тем, как сделать надуманное И если вам не с кем поговорить, наберите нам и номер телефона Вот здесь, да, где-то это было? Она была прям вот буквально в пяти метрах здесь Корни, кстати говоря, снаружи, потому что грунт настолько крепкий, прочный после того, как извержение вулкана было Деревья не могут пробить и все корни вылезают наружу О, нифига, смотри, прям... О, вот он, родной! Смотрите... Ну, Россия и здесь, ребят! Замажьте, как вы думаете, что за слов... С одного раза попробуйте угадать, что написали здесь, кто-то негодяй какие-то И суть в том, что вообще вот в Японии вся растительность выглядит так, она как бонсай Кажется, что за ней ухаживают просто Ребят, пока это выглядит, ну, как самая красивая натуралистическая поездка Ну, как бы, не то, что не вызывает у меня страха А вот, мне кажется, что это только для созерцания созданно, это очень красиво все Ну, по факту, все японцы для этого сюда и ходят Типа, отдохнуть, подышать воздухом, посмотреть на красоту Ну, мне, честно признаться, типа, это таинственный Я такого леса никогда в жизни Я просто не представляю, насколько надо быть смелым человеком Чтобы прийти в этот лес и сделать то, что раньше... Ну, раньше, по официальным данным, делало 70, 100 и даже 200 человек Немножко дух захватывает, если честно Ребята говорят, что не страшно, но мне очень страшно И я не верю, что мы дошли до такого уровня, что снимаем тот самый лес Знаешь, когда я снимаю выпуски у себя, я настолько не боюсь змей Просто по одной, по своей причине Потому что я знаю, что они ядовитые И мне становится без разницы Ну, как она меня укусит, мне не сильно страшно Главное, чтобы это ложное ощущение не пришло к тебе здесь Оно нет, я знаю, что вот сейчас змея просто между нами пробежит Все, это сразу обоссалывает Японцы вообще другие совершенно Да, совершенно другие Такое ощущение, что они просто диаметрально противоположные во всем Знаешь, что меня пугает? Такое ощущение, что этот лес оживет потом в конце Это скорее как будто просто дерево свалилось Знаешь, под него камни подставили и вот он в основании Очень круто Для местных это нормально Что? Здесь, в принципе, пройти через него То есть для местных это нормально, но они здесь живут всю жизнь, да? Но никто из Токио специально не будет ехать сюда за 100 километров, чтобы посетить тот самый лес Овер 60 минут направо, больше 60 минут идти Так, туда С правой стороны озеро, с левой стороны пещера А обратно пойдешь, пойдешь до паркинга, откуда мы пришли Но суть в чем? Мы-то идем потом Туда? Ага За табличкой Да, там пути в целом нет, там дикий лес Первая табличка Do not enter Не входить Дальше переходить по правилам этого парка, можно сказать по Ипонскому закону, нельзя Ну погнали, что? Столько летели, чтобы это сделать, ой, хорошо, залетайте Японцы не такие уж умные, потому что тут висит табличка, что нельзя пройти, но можно обойти Смотри, я вот прямо сейчас я не нарушаю никаких законов, вообще никаких, ноль И я на другой стороне Так и скажем, что мы не видели ее По большому счету, люди, которые приезжают сюда, чтобы именно совершить надуманное Они сто процентов сходят с тропы, идут дальше, чтобы их никто не нашел И делают свое дело, поэтому, в принципе, мы уже имеем некий шанс, вероятность кого-то найти или что-то Мы продвигаемся дальше, и я могу сказать одно, мужики, тропа закончилась, все, официально, ее больше нет, дальше дремучий лес Как мы дальше двигаемся? Типа нет направления даже понятного, куда идти Вот тут более свободен, либо туда Нет-нет, давайте вот в эту сторону Нет, ты прямо в бурелом хочешь Нет, почему в бурелом? Смотри, там вот просвет есть Слушай, я думаю, сейчас самый подходящий момент, пока не поздно, достать компас и проверить миф Потому что, ребят, сети уже нету Сети нету? Сос Сеть есть? А, смотри, айфон теперь умеет спутник по спутнику О, у меня тоже Сос Сигнал, да Мы привезли с собой компас из Москвы, обычный Как тебе показать? Давай пересядь Север сзади Север сзади? Да Опа Ну, погрешность какая-то есть Ну, работает Ну, вот смотри Не-не, он уже не работает Но он показывает немножко не туда Не, чувак, серьезно, смотри Не, ну он показывает прям ни-ни Вот сейчас он Опа Смотри, слышу, его прям крутит Ну, не прям крутит, но погрешность градусов 30 есть Смотри, вот здесь Это не погрешность, это домой ты уже не найдешь Как минимум, смотри, мы можем подтвердить, что у нас два разных показания на одном компасе и на другом Ну, сейчас сравнились Сейчас сравнились Сейчас сравнились Смотри, по-разному Чувак, реально они по-разному Иди сюда Вот так вот я не видел Вот это полная жесть Они все три по-разному Чувак, ты гонишь И этот четвертый еще по-разному Да гад, доставай свой айфон, брат У нас все компасы показывают по-разному Все Короче, смотри, вот наши сверх айфоны сейчас абсолютно одинаково направлены, но у меня 180 градусов, у него 159 То есть до этого у нас айфоны по-разному были направлены, но сейчас реально разные показатели Ну вот у него близко, у тебя 182, 182, 194, 161 У этот вообще по-разному пока другой Этот миф подтверждается, ребят, что здесь магнитная аномалия, поэтому потеряться не то что легко, а на изи То есть мы все знаем, что нужно идти, чтобы выйти из этого парка на юг, мы это уже посмотрели И поэтому если мы вдруг начнем теряться от того, что у нас есть у всех айфон и компас, это никак тебе не поможет Плюс я в интернете видел и никто пока не показывал, что есть пещеры, они здесь реально очень частые И когда мы останемся здесь ночью, возможно, реально очень большая вероятность того, что мы что-нибудь себе переломаем Я первый предмет нашел, что это такое может быть? Это закладка Нет, серьезно, а что это такое? Пакетики где-то такие Никого нету этих Ну что так, перчаток нет, не знаю Файлик Ну тут что-то, прям пакетики там было Что-то было, да Что-то висело, да А что могло тут висеть? Я думаю, что когда в этом, там в том самом лесу находишь какие-то предметы, надо первым делом делать вот так Ну нет Все нормально Чуваки! Что? Офигеть, здесь какое-то покрывало Как будто бы кто-то тут жил Ой-ой-ой-ой, вот это уже не очень хорошо, наверное Здесь прям, ***, чуваки Слышь? Тут прям ***, бро Серьезно? Б**ть их до х**а Огромное количество *** На японском все С за *** в большом количестве Да ***, мы напоролись Чуваки, это тот момент, когда мы думали, что мы просто походим по этому лесу Это маленькое что-то? Это, ну, японцы маленькие Нет, чуваки, вот это полная жесть Это вещь Меня больше всего таблетки напрыгают Но их огромное количество Ребят, дай, что там вещи? Сумка Сумка, ***, б**ть, еще *** Или это ниже? Это ниже Это ниже Нет, чуваки, это перебор Все отпечатки мои тут Это сумка реальная Че там? Пусто? Ну да Чувак, я думаю, можно так, смотри Человек может к чему-то Готовился, но передумал Готовил, но или не передумал То есть он полежал по дому, зачем он вещи оставил? Хорошо, нет, подожди Ты что, вышел просто с таблетками? Где карточка? А ты доехал бы сюда Не, ну забрали на удостоверение личность Кто? Ну кто, полиция, если что? Полиция бы все забрала Какой-то из тебя другое Ви б**ть, чуваки Так, ну че Вот это выглядит как какое-то приспособление для чего-то Воды может Или для перекрывания воздуха, допустим Ребят, такое ощущение, что мы с вами знаете, как эти самые голоды по зернам идут Нет, смотри, в российском лесу, если ты вот такой мусор находишь, то это типа ну вообще в порядке нормы Здесь же чистота идеальна Это хорошее замечание, это хорошее замечание Да, то есть здесь это выглядит максимально инородно и странно Насколько вообще реально купить п**ки запрещенные в Японии без рецепта? Практически невозможно Практически невозможно Да То есть условно, если п**ки остались из списка запрещенных Если мы выясним, что они были из списка запрещенных Это п**ец Это полный п**ец Я на самом деле в шоке, что вот мы прошли реально метров 200 от силы и нашли палатку Я, будучи гидом, я... Помните, ребят, я сам вам говорил, что скорее всего мы ничего не найдем То есть будьте морально к этому готовы, мы нашли уже, а день только начался Вот самый прикол, что ты про п**ки говорил, когда мы шли сюда Они бежли, п**ки, или просто выпивали большой колеси Что-то есть, ребят, иди сюда Ты гонишь Это жуткое место, ребята У меня уже полпрость Отсюда это выглядит страшно, там может быть что угодно, ребят Ну то есть это прям стрёмно, ты не знаешь насколько глубоко и что ты там можешь найти Можно и что угодно, и кого угодно найти вот в этих расщелинах Элементы Элементы, да-да-да, можно клеить их на тело Ребята, там п**ки, там что-то еще есть нахуй Ты шутишь? Ты шутишь? Посмотри Абсолютно никакого Мы сейчас Посмотрим эти все п**ки Еще немножко покружим здесь Пойдем обратно к выходу Загуглим про п**ки Вообще оценим масштаб трагедии, которая здесь могла произойти Если более-менее что-то здесь адекватно Леш, извини, пожалуйста, я не хочу Человек, который хочет сделать то, что он задумал Это психически нездоровочно Он может тебя повредить ночью Ты понимаешь? Рукой взял Там полный пакет чего Ребят, вы сейчас просто ахуете Да что там? Нет, я без что-то Ребят, я нахуй Мы не останемся здесь? Ну что там? Ну кто угадает? Змея Нет Ну угадай, нет Ну явно не оскорбинки Веревка Что п**ки? Да, там веревка Да ну нахуй снимаемся Я пошел отсюда Где, б**ть, ручу? Стой, б**ть, это п*****с У меня интересно, уже наступил момент, когда пора вызывать копов Или еще нет? Эээ, короче Че думаем? Проводим аналитику Знаете, что мне интересно? Человек, который сюда пришел Его цели абсолютно понятны по тому, что у него с собой По набору предметов Да, но еще довольно интересно, что он понимал, что это не быстрая штука Когда ты в максимально д*****ном состоянии А это пик этого состояния Ты не думаешь, что тебе холодно, мокро Ты максимум думаешь о выживании Нагревательные элементы подходят Но в какой-то момент он понял Он все время думает, что это б*****с и так далее И именно поэтому, когда он понял, что все в дерьме Все промокло Палатка замокла Вещи промокли И он очнулся, скажем так Может быть у него какой-то вкус жизни появился Или просто испугался И он забрал нужные вещи, которые были из сумки И с ними ушел Это объясняет Сумку не забрать Сумка вся в воде, все мокрое Сумка женская Кстати, давайте будем говорить о том, что это девушка Да Короче, я думаю, мы еще какую-то наличку проведем Пока тремор сойдет Ну давайте, ребят Все-таки вот это пиковое место, где мы нашли веревку Мы надеемся, что человек передумал Веревка найдена, куча т***** найдена Замысел понятен Здесь человек точно хотел принять какое-то решение Для себя, для души, для все, что и для своей жизни Мы эти вещи практически все нашли От этого нас трясет, потому что сама аура этого леса Он был вначале безумно красив, но сейчас он выглядит по-другому Винно было под ним, что они тоже боятся очень? Нет Они прям с таким лесом заходят туда Деньги Деньги Короче, вот сейчас японцы зашли в лес и у них совершенно другой вид, реально Они прям такие, на панике немного Заходят туда, потому что они понимают, что... Да, они там читают и не понимают, заходить им или нет Совсем недавно в своем ролике из Тольятти я рассказал вам про автозавод «Лада» Масштабы и истории его, конечно, впечатлили А пару дней назад я узнал, что глава государства запустил серийное производство «Лада Аура» Нового бизнес-седана, который, я уверен, будет очень популярен в нашей стране И вообще, как круто, что в России развивается собственное производство Как ранее отмечал президент в своем послании В ближайшие 6 лет будут открыты тысячи новых производств А еще важно, что наша страна стала самостоятельно производить то, что раньше закупалось за рубежом Например, при оснащении ТЭЦ, ударная на Кубани, использована первая серийная отечественная инновационная газовая турбина Конечно, нам есть куда расти, но мы уже показываем очень хорошие темпы развития Так, пока Дима собирает камеры Основная вещь такая Мы через этот вход заходить не будем, чтобы полиция не приехала Дима остается в микроавтобусе Мы пойдем в то место, где мы нашли вещи И в том радиусе останемся ночевать Я думаю, что... Что? Серьезно Второе у нас... Обезболивающее, короче А как это имеет... Типа, история... Можно ввести в гугле обезболивающийся с... Ревак, не обязательно, у него может быть сильно болело и ныло Например, у меня зуб болит, я обезболивающее А у него сустав, нога болит Еще раз тебе говорю, когда ты решаешься на такой поступок Ты до последнего... Ты до последнего все равно себя хочешь сохранить каким-то образом И ты уже сидишь на этих, понимаешь? Ты сидишь на этих обезболках, у тебя там колено болит... Ты ходить не можешь Короче, дико странный набор мы нашли Мы нашли в кустах В огромном количестве Сейчас Дима собирает камеру Пацаны заряженные Мы... Сейчас Габар немного перекусит И мы отправляемся в лес Обратно В тот самый Друзья, мы переоделись Мы теперь в теплых куртках Потому что, честно говоря, так холодно Объективно очень сильно стало прохладно Смотрите, теперь у нас вот камеры такие потрясающие Которые смогут снимать ночью Классно высвечивать наше лицо Вот это, которое будет на панике Дальше Смотрите, я считаю, что это ноу-хау Это придумал Никита В Японии рации запрещены Поэтому мы будем пользоваться вот такой няней Это няня Моя прекрасная няня И мы привезли их из Москвы Из Москвы Это означает, что нас пропустили И они все рабочие То есть, смотрите Это полноценные рации, по сути Ау, ау Спальники Мы не будем брать с собой рюкзаки Чтобы лишние предметы не тащить с собой Наша задача сейчас Мы на машине отъезжаем чуть-чуть от главного входа Ребята нас выкидывают И они встают на парковке А Миша, наш гид И Дима На всякий случай, если что-то вдруг случится Чтобы они сразу на подхвате были У них есть рация Ну все, мы готовы? Нет Раз, два, три, летс гоу Можно я не буду класть руку? Я не хочу туда идти Я тоже Так зачем это делать? У вас такие теплые руки Ладно Получится, все Тут команда, настрой На сколько мы должны отъехать? На 200 метров буквально На 300 метров буквально И просто, чтобы под камеры не попадать Я высаживаю вас здесь Вам строго по прямой надо идти Потому что если вы чуть-чуть идете вправо Вы просто не выйдете на тропу От тропы мы отойдем Будем искать то самое место, где мы нашли вещи И там мы и останемся Ох, как же я не хочу этого делать Ребят, вы бы знали, а Очень страшный Да все нормально Я справлюсь Акробат Я подержу? Я подтягиваюсь Если что Все, ребят, удачи Спасибо Ребят, ничего не видно Чуваки Это очень стрёмно, слышите? Дим, привет Проверка связи Как слышно? Прием, прием Слушаю, отлично Как у вас? Прекрасно, спасибо Все, Леха отошел Вот так я его вижу В Night Vision Не только фонарик Все Ни силуэт, ничего не вижу Слушайте, тут можно реально Переломаться Как же тут страшно Если помните Он сказал Чуть левее отойдем То все Мы не выйдем на тропу Главное, знаете что, парни Не найти какой-нибудь предмет Дим, нас видно Или мы Бл***, я испугался Ну хуй Самая главная проблема в том Что здесь очень много дырок Между скалами И ты просто Любой шаг и ты проскальзываешь Днем их было видно Сейчас нет Это самая сложная Которую я делал в жизни Как будто бы Еще ломается все под ногами Это что такое? Тут череп Чего? Ты гонишь, нет? Это не череп, это таз Шутки? Что здесь происходит? Это таз какой-то Я прошел на ткань Это не может быть это грипп Да какой грипп? Это таз Это таз Но это не череп Это кость Это однозначно кость Вот сюда крепится Это череп Это череп Это череп Это череп Это олень Ребят, когда так уху видишь Надо быть на юморе Я вам так скажу На каком? Когда череп находишь? Когда череп находишь Если мы начнем сейчас Еще больше разгонять То мы просто обосремся тут Не, чуваки Давайте не будем разделяться Ну по-братски Это вообще не такое Дима, прием Прием, прием, прием Слышно хорошо Мы пока вообще не можем Трапу на тибро Моя полочка Какая-то требуется? Не, пока никакая Мы нашли череп коровы Или какого-то Крутно-рогатого скота Это нормально? Спроси у Миши Что они нашли? Череп это нормально? Ну в принципе Здесь есть животные В этом лесу Поэтому Это гораздо лучше Чем найти человеческий череп Коровы здесь Это нормально ходят? Ну не коровы Я думаю, что это кабан Скорее всего Короче мне тут сообщили Что коровы Ходить тут в принципе Не могут Потому что Нет сельских хозяй Ну рогатый скот Может быть это Олень Животное Скорее всего кабан Похож на кабана Спасибо большое за информацию Ладно, мы двигаемся дальше Больше к тропе Вот популярность этого леса И такие вот особенности Оно сто процентов Заложено в культуре В менталитете Людей Сто процентов Оп Не тропа это? Тропа, мне кажется, господа Все, ура Первый чекпоинт есть Нас отделял один бугорок по факту Ура Бля, тебе стало страшно Знаете, как страшно, пацаны? Когда ты видишь пространство Да Потому что из-за него кто-то может скакануть Еще фонарики, которые вопутят Что такое Где? Все стало быстрее страшно Ну что, нам Полкилометра вперед До места, где мы нашли все это В общем, история какая Задача, самое главное Мы сейчас идем по тропе До того места Доходим После этого Мы приближаемся к тому месту Где мы нашли вещи И Там Друг от друга Отдаляемся Метров на пятьдесят Ну, насколько уже чувствуем Что уже все Нас Мы друг друга не ощущаем Не осязаем И После этого Пытаемся ложиться спать Я вообще ничего не вижу Как здесь Вот тропа вот тут числа была Ребят, подожди Мы можем из тропы Вот тропа идет Мы куда-то в пи*** Пошли Вот тропа И мы просто повернули Прикиньте, посмотрите Это вообще не было понятно Прикиньте, ну просто повернулись Мы же просто пошли в никуда реально Чувак, все, мы уже потерялись По факту Мы потерялись Это факт Мы просто повернули в одну сторону Ну, я знаете, что хочу сказать Это самое темное место, которое я видел в своей жизни Когда-либо вообще Ну, чтобы вы понимали Вот это я свечу на землю Вот это я свечу вдаль Уже ничего не видно И вот там потолок И ничего Это мы сейчас сидим здесь в тепле Но, тем не менее, здесь тоже жутковато Мы находимся на парковке Достаточно страшно И мы переживаем, что сейчас приедет полиция Вполне вероятно, да Невозможно попросит нас отсюда уехать И ребята останутся вообще одни Б**ть Что? Я слышал сзади очень х**лый звук Стой Шорох был, б**ть, просто Ну, как будто кто-то сделал шаг Один в один Я вам, б**ть, базарю Я вообще не хочу здесь находиться, честно Это очень страшно, знаешь, сейчас стало? Тихо, тихо, тихо Ты слышал? Тихо, тихо, тихо Это, наверное, наши эти Кто? Это спальникиные Нет, я слышал за спиной У меня спальник слева Я х**лый отвел Это становится небезопасно Дим, ты на связи? Все, господа, мы остались одни Вперед Это конец вечеринки Все, у меня больше нет фонаря Чтобы не с**лый Вот я включаю Проходит секунда Все Ребят Днем Этот указатель казался более, более адекватным Этот указатель Да он близко был Мы бы еле дошли до него Ну что, теперь наш следующий чекпоинт Это веревка Посмотрите в Никите глаза просто Мне очень стрёмно, чувак Мне никогда жизни так стрёмно не было Мне правда очень тоже стрёмно Вот эта розовая сейчас рация Так выглядит смешно Господи, это очень страшно, правда Короче, ребят, одно скажу Никогда не повторять ничего подобного Даже не в Японии Мы идем теперь до веревки Let's go Мужики, я вижу веревку Все, вот она Народ, мы все ближе и ближе к тому месту Ориентируемся просто по вот этим локациям и местам, на которых мы были Вот, dangerous Don't not enter И мы туда идем, ребят Ну что, господа Мы начинаем приключение Хотя оно уже начато Баууууух Ребят, мы сейчас сидим И читаем про лес в интернете Короче, японец мстил тем, кто писал о том, что происходит в этом лесу Такихара Сироиси приговорили к высшей мере наказания за то, что он отправил на тот свет 9 человек. Его адвокаты добивались более мягкого приговора, наставив на том, что осужденный выполнял желание своих жертв. Жесть. Не дай бог сейчас ходит по лесу такой человек и помогает нашим друзьям. Он помогает. Блин, чё я не сумля? Короче, не дай бог, что наши друзья наткнутся на этого человека. Наткнутся на этого человека, да. Я вообще не хотел. Что это за звуки? Слышишь? Ты уверен, что это? Я не уверен ни в чём. Так молча. Тихо. Это бред. Это бред. Что это? Это не бред. Это бред какой-то. Она говорит по-японски. Это кто-то разговаривает. Не разговор, говорите. Блин, чё, тут такой лес, звук поглощается. Что-то 10 метров уже дешевле. Тешевле, тешевле. Миш, а скажи, пожалуйста, рядом с вами полиции нет никакой громкоговоритель? Никто не говорит? Если они сейчас скажут нет, я предлагаю выходить. Однозначно. Мы не останемся тут на ночь. Ребята, понимаете, что мы так далеко ушли от дороги, что это невозможно услышать. Даже если полиция приехала. Никакой полиции он пишет. Пиздец. У нас ловит тут связь. Миш, привет. Слушай, а никто в громкоговоритель не говорил? Есть, приём. Алло, никто в громкоговоритель с вами не говорил? Ничего там? Никто не говорит? Лёш, Лёш, приём. Приём, говорю. Никто не говорил? Никто не говорил там по громкоговорителю с вами? Никто, никто ничего не говорит. Спасибо. Ничего не слышу, никого нет. До связи, до связи. Нет, 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 вообще нет такого. Что это за *** было? А почему прекратилось? Если это повторится, выходим отсюда нахрен. Просто нахрен. Звук был чисто как оповещение. Знаешь, громкоговоритель? Тейлэн. Да. Нет, 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 нет. Как будто бы человек молится. По возвращении в Россию мы отдали запись в руки специалистов, чтобы расшифровать звук, который нам удалось записать. То, что на этой записи нельзя выкладывать на YouTube в связи с правилами платформы. И поэтому я выложил это в мой телеграм-канал. Что может быть случится самое страшное вообще? Самое страшное, это, конечно же, встретить человека. Они реально могут встретить человека, учитывая, что мы сегодня в обед нашли вещи. То есть там люди могут ночевать. Поэтому я не знаю, какой шок это будет у обоих встретиться в этом самом лесу ночью, без света. Это очень страшно. Я очень рад, что я сижу в машине, что я не там. Что, все? Я не знаю, как мы на это собрались. Я не знаю, получится у нас это или нет. Мы настолько вымучены, что слов просто нет. Мы слышали какой-то голос. Абсолютно точно он был, пацаны. Я не знаю, на монтаже мы прокрутим несколько раз. Точно будет. Точно будет. Мы хотим узнать перевод. Оповещение это обычно. Или человек что-то говорит. И мы не знаем. Во всяком случае, мы такого не слышали ни видео во всех блогах, где снимается про этот самый лес. Ничего подобного нет. Но мы принимаем решение, что нужно добить эту всю историю. Нужно сейчас нам разъединиться. Я не знаю, как мы это сделаем. Надеюсь, получится. И целую ночь до утра проведем в одиночестве. Погнали. Очень страшно. Никита. Я хочу, блядь. Я туда, пацаны. Вот я куда? Я даже не хочу, блядь, об этом думать. Ну, раз Толеров туда, Багобар туда, я туда. Вот здесь отличное место, мне кажется. Когда казался лес дико ухоженным и понятным, сейчас это самый настоящий бурелом. Я ничего не вижу. Фонарь ослепляет. Где найти место для ночевки? Мне кажется, вот хорошая. Равнинка. Как же это страшно. Если сейчас появится этот звук еще раз. Я не знаю. А, Тим, прием, мы разошлись. Блядь, в дождь прием я обосрался. Так, что по-моему происходит. Я хочу домой. Сказать по правде, я Никиту первый раз слышу. В таком отчаянии. Парни, я прошел просто 10 метров и... Вот смотри какой-то обрывок, но просто не понимаешь, что мне делать дальше. Задача одна. Дотерпеть до утра. Жесть какая-то происходит. Ну, как пацаны? Я вроде бы нашел более-менее безопасное место, по моему мнению. Она в возвышенности или нет? Более-менее плоско. Наверное, я здесь останусь. И так, ребят, я никого не вижу из вас. Ни света, ничего. Паника. Ее, как ловлю. Прием, прием. Короче, я очень долго искал ровное место. И это просто ложбина возле дерева. И я боюсь, что просто из корня... Любой корень это логово змеи. Слушай, а там у вас есть змеи какие-нибудь, что-нибудь такое вот? Да, конечно, есть. Есть в каждом лесу, на самом деле. Но местные говорят, что бояться их не стоит, потому что они не ядовиты. Вот все, ребят, на 360 никого нету вообще ни души, ни огонька. Смотрите, без света. Я укладываюсь. Я спокоен. Все хорошо. Вообще, ребят, я вот так укутался в спальник. Вокруг меня просто кромешная тьма. Там обрыв. Здесь есть дерево. Извините, на разлуку. Ребят, вообще вокруг не видно. Это будет худшая ночь. Столько звуков вокруг. Каждый шелест, каждый листик слышно в радиусе 20 метров. Но я понимаю, что все, что дальше, просто кромешная тьма. Следующее дело. Остаемся на ночь в суд. Дикая усталость. Просто. Ребят, пожалуйста, напишите нам в комментариях что-нибудь приятное. Правда, если бы не контент, мы никогда, никогда не оказались тут. Просто бы никогда. Пацаны, простите, мне очень страшно. Они только нагнетают. Прием, я никого не слышу. Я не слышу только огромное количество стремных звуков вокруг, как падают листья, еще какая-то херня. Я смотрю на пол, вижу, что вокруг меня ползают какие-то насекомые бесконечно просто. Габар, прием. Прием, прием. Я запаковывался. Я скажу, что больно лежать на кореньях, на камнях, я где-то в жопе. Ну, хочу отдать должное, я нашел неплохое место и ощущаю себя. Чувствую себя более-менее в безопасности, потому что я на краю обрыва, рядом с деревом, и тут более-менее мухом все обросло, поэтому довольно-таки мягко. Чуваки, что я хочу сказать, я тоже упаковался, мне достаточно комфортно, единственное, что я... Это вообще абстрагирует, что мы не находимся в том самом лесу в Японии. Это единственное, что я хочу сказать, и что у нас все получится. Господа, мы реально просто в спальниках в лесу в Японии, просто вдуматься. Мне кажется, меня под утро просто муравьи гигантские куда-нибудь унесут, б**ть. Поэтому, если меня не будет, не удивляйтесь. Ладно, все, давайте спокойной ночью. Так, все, ладно, в капюшоне, как мог укутался, спальник. Доброй ночи, ребят. Что удивляет, что так дико устали, что так хочется спать просто. Ты даже забываешь, что ты в лесу находишься. Арегата. Короче, вот еще одно ночное отключение. Три часа. Ребят уже совсем не слышно. Мы не знаем, где они. Может, они спят, наверное. Может, спят, да. Надеюсь, надеюсь, что спят. Ну, Леха-то точно сможет справиться от пацаны. Гамбар с Никитосом, мне кажется, они не привыкшие к этим. Гамбар с Никитосом. Гамбар с Никитосом. Гамбар с Никитосом. Гамбар с Никитосом. Продолжение следует. Ребята, всем доброе утро, 5.20, будильник, только включил камеру, я жив, 5.21, прием команда ловцов эмоций, доброе утро, я жив, доброе утро, ну что, все живы, пацаны, мы это сделали, погнали, пацаны, господи, мы это сделали, доброе утро, капец, нет эмоций счастья, собираемся, о, как болит, все, тело, я прямо сейчас собираю сраный спальник, я его просто ненавижу и просто отсюда валю, прием, я собран, готов выдвигаться. Чуваки, это было просто нереально, господи, ура, цивилизация, это была худшая ночь, это было так страшно. У меня просто этих корней ноги просто не работают вообще. Дим, ты как, бро? Отлично. Ты живой? Что как было? Все нормально? Короче, ребят, что я хочу сказать, не повторяйте никогда то, что мы сделали только что, страху было столько, мне кажется, я спал, какой спал, мне кажется, я дремал часа полчаса, мы едем обратно в Токио отдыхать, Диме огромное спасибо за то, что он дал такое задание, пацанам, ну подпишитесь на них, просто сил нет, огромное количество просто сил, эмоций, все отобрал лес, и я хочу сказать огромное спасибо пацанам за то, что они это сделали, ссылки в описании, а мы будем продолжать уже, конечно, в другом позитивном ключе, следующие ролики рассказывают про Японию. И нафига мы это сделали, непонятно до сих пор. Я знаю, ты говоришь, не повторяйте это, окей, но я знаю, думаю, что все-таки мы как раз те люди, которые живем ради эмоций, мы охотниками за эмоции, просто вспомнили. Блин, так и назовемся, охотники за эмоции. Когда мы нашли вещи, как это повлияло на всю оставшуюся ночь. Да, ночь была а-долгая. И скажи, стоило того? Да, конечно, да, ребята. Конечно, и вернулись бы. Если было бы так страшно ночью, я бы все равно сделаю. Ребята, живите полной жизнью, делайте то, что вы хотите, просто не верните себе и другим, но получайте эмоции, любите и кайфуйте, и, блядь, разрывайтесь. Все, ладно, все, всем пока. В конце таких роликов можно я три слова скажу? Обычно говорят спасибо, что позвал, вот это все. И я хочу сказать спасибо, что позвал. О-о-о, все, ладно. Круто. Все, ребят, Лех Столяров, Габар, Никитос, Дима за камерой, все здесь. Спасибо за просмотр, вы лучшие. И, конечно же, подписывайтесь на канал. До новых встреч.